всем привет вы смотрите канал паяльник tv и сегодня у нас на обзоре набор кит набор наручных часов давайте же его откроем итак здесь у нас бумажечка как обычно ну хотя бы на английском не на китайском тоже хорошо здесь полностью расписано здесь у нас идет схема схема пайки а также здесь указано в какой у нас последовательности должны собираться ну скажем так части корпуса и показано скажем так наглядная картинка как это должно все выглядеть то есть как видим во вторую и в пятую нужно будет не забыть положить гаечки сам корпус это у нас стекло прозрачное здесь достаточно сложновато на камеру все это собирать снимать вот эти все бумажки и все это липнет все это пальцами главное не заляпать скорее всего это собирается за кадром и просто покажет результат а по набору здесь все стандартно резисторы мелкие малой мощности батареечка cr2032 в отдельном пакете или две кнопочки с высокими стоечками для нажатия ну и стандартно болтики тут еще конденсаторы есть держать для cr2032 который нам необходимо будет впаять плату и сама плата как видим плата у нас достаточно неплохая по качеству ну как стандартно желтые плата они достаточно неплохие единственное у них металлизация практически у всех не очень хорошая но это не суть сборка семи сегментных индикаторов далее у нас ds1302 микросхемка часов и часы сами сделаны на микросхеме stc 15l 204 ну и так же вообще я хотел черный браслетик а прислали желтый это вот тоже как один из таких не сильно заметных минусов но ничего и желтым браслетиком у нас все это будет достаточно неплохо смотреться я думаю ну что давайте соберем и как раз таки проверим что же это за такой классный набор у нас а а а Вот и собраны наши наручные часы. Остался один 10-килоумный резистор. Такой маленький болтик и гаечка. И всё, в принципе, больше у нас ничего не осталось. Выглядит это всё вот таким вот образом. То есть, как видим, тут болт, кнопки выглядят, тут болтики. Нельзя забывать при сборке положить сразу гайки, а то не соберётся. Ну и он, как сказать, я думаю, будет заметно. Он неровный вообще по контуру. Он, как сказать, не в одну плоскость идёт. То есть, вот эти все шесть, они разных, скажем так, если вот сейчас смотрите, они разной высоты. Ну и, я думаю, видно неровности. Ну а так, в принципе, достаточно прикольные часики на самом-то деле. То есть, здесь всего две кнопки. Эта кнопка у нас ничего не делает в выключенном режиме, в таком вот режиме сна. Левая кнопка у нас показывает время. Вот. То есть, и всё. Более она ни на что, как сказать, не способна эта кнопка только вот время показывать. Когда время у нас показано, зажимаем правую кнопку, отпускаем. Настройка времени. Как видим. Ну и настройка минут у нас. Ну и, допустим, всё. Ну а на руке они смотрятся сейчас. Одну секунду. Нафиг. Прицеплю на руку. Ну и можно будет увидеть, как они смотрятся на руке. Ну, как-то это выглядит вот так. Как бы есть побольше ремешочек на самом деле. У меня немножко сжимает руку, но... В принципе, прикольно выглядят. Но такие каждый раз не поносишь, потому что, ну как-то они выглядят здоровыми, громоздкими. Как кажется, ну не сильно функциональными. Допустим, та же самая подделка часов типа G-Shock'ов. Ну, S-Shock, которыми я постоянно пользуюсь. Они, допустим, выглядят более презентабельно. Ну и функций много. То есть, дата, секундомер есть, будильники. Не сброшены никакие на секундомер. Будильники, куча, короче, функций. Подсветка тут даже есть. Не сильно яркая, но её достаточно, чтобы увидеть в темноте. Ну, а эти же часы, не знаю. Покупать или нет, зависит уже, ну, только от вас, я думаю. Ну, а так, часы прикольные, прикольный набор. И попаять, и интересно. И, ну, в общем случае, возможно, кому-то выглядеть будет креативненько. Я вначале сказал, что лучше чёрный прислали, потом немножко подумал. И плата у нас жёлтая, ремешок жёлтый. И вот эту вот часть ещё к жёлтой сделать, и вот эту. Ну, были бы у нас истинно жёлтые часы. Ну, а за всем всё. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал Паяльник ТВ, если вы этого ещё не сделали. Ставьте лайки, пишите комментарии, а также оставляйте свои комментарии о том, что бы вы хотели видеть на нашем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok